здравствуйте дорогие друзья ну что сказать супер лига и в команде встречается в супер лиге команда вторис и команда дизайн фасад дизайн фасад будем так говорить шли без поражений кроме последнего тура в своей лиге голд прошлого сезона осеннего ну а в осеннем сезоне вторис именно этим составом играл у нас в элит лиге знаем что это как раз таки второй состав из основных 2 но как по мне то эти соперники достойны и равные друг другу не зная как играют в зал в торис и дизайн фасад знаю что под старым названием команда крайне неубедительно удавалось им разыгрывать но потом они набрали серьезный ход за два турнира команда обросла новыми заявленными игроками которые как минимум всячески подняли уровень фасада как минимум на две ступени и вот вторис который играет не давать основным своим составом сейчас тоже достаточно неплохо смотрится и в хорошем ходу интересный матч как лично для меня и посмотрим кому быстрее удастся адаптироваться к данному покрытию клювы играет нам дороговоза перехватывает здесь 44 номер шаманский Андрей я решка попытка ударить знаем что очень неплохой удар у нас у я речка дмитрия и как минимум даже издали для клюя могут быть проблемы а вот этот удар от седьмого номера наверно все таки так себе руднивский артем это был плещу щасюк николай попробовал разогнаться и тут подстраховывает своих партнеров шаманский драговоз евгений играет на гудыму старается закрывать гудыма мяч корпусом так всячески манит игроков ториса свалить лишний раз на нем без продвижения особо юречка дмитрий на гусева гусев на шаманского и речка снова на гусева и вот такой у нас первый момент сразу в контратаку старается уйти дизайн фасад драговоз видно что они достаточно любят покрытие футзальная или powerflex дизайн фасад как-то так немножко скованно смотрится непривычно но я думаю что это вопрос во времени нужно уметь играть на всех видах покрытия как минимум если наигран состав юречка драговоз играет на гудыму снова драговоз попробовал пробить хороший перехват у нас от седьмого номера и это гол друзья глядя все осознавал ситуацию рудницкий артем посмотрел что клюй вышел и пробил достаточно точно артем рудницкий это первый забитый мяч на второй с половиной минуте и первый мяч у нас в суперлиге потому что это первая пара я напомню которая сегодня открывает своим матчем в суперлигу если можно так выразить ворчак сбросил мяч на аут именно вторец сейчас будет разыгрывать коньковецкий мельничук смело очень так последним играть и осознал что наверно дальше не стоит рисковать ворчак выбрасывает в своей манере вот на мельничука видим что скорость у этого футболиста очень хорошая ретти ворчак 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 смех ворчак 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 а ворчака продолжая торис контролирует мяч правда без особого продвижения стараются в высокий прессинг создать дизайн фасад И периодически у них это получается. Гудыма на Щасюка. Заверюха отыграл снова на Гудыму. Мельничук. Редькин. На Паньковецкого. Диагональный пас этот прочитался. Как раз таки на капитана Мамлада Владислава адресовывали. Ну и удар уже Ворчак сблокировал. Мельничук. Щасюк. Николай, ну вдогонку как раз таки на Поличука. И видим, что не столь хороший этот пас, чтобы как-то откликнуться на него. Редькин. Потерял мяч Паньковецкий чуточку далеко от себя. Отпустил при обработке и этого достаточно было, чтобы уже потерять. Бойко. Бойко. Бойко на Клюе. Я не раз говорил в осеннем начале сезоне, что при наличии как раз таки основного вратаря у команды дизайн фасада всегда дела идут очень неплохо. Вот сегодня они пока что проигрывают. Мамлад. Родислав сыграл на Мельничука. Мельничук на Редькина. Неплохо удается разыгрывать в Торис сейчас. Но правда вот в данный момент удалось все-таки выйти из-под прессинга. Мельничук играет на Влада. Влад снова на Редькина. И подскользнулся партнер. И сейчас есть шанс катартаковать. Зверюха. Симпатичный удар. Ворчак. Поборолся здесь Рудницкий. Рудницкий на Шаманского. Шаманский на Юречко. Гусев неплохо удается обыграть. Пас некому отдавать из острова угла. Достаточно неплохой. Опять же позицию выбирает. Видим, что выбирая такую стойку, Клюи все-таки открывает дальнюю штангу. И если постараться, то пробить туда можно. Бойка на Зверюху. Как-нибудь и Зверюха играет на Клюе. Уланович. Но Драговоза отдавал передачу. Не точно. Драговоз. Евгений. На Гудыму. На Гудыму. На Зверюху. Перепасовывать сейчас. Видим, что пока что некомфортно играть против Ториса фасаду. И выглядит все немножко растерянно. Хотя это возможно мое личное мнение. Гусев. На Шаманского. Пентил Андрею. И вовремя среагировал, что нужно оттуда мяч выгружать. Руницкий. Удар приходится в игрока. Евгений Драговоз его сблокировал. Очень неплохо. Вот так в ходу. Казалось бы, размазано замахнуться. Неприцельно. И по факту нанести неплохой удар для Ворчака. Клюй. Клюй. Все в шоке. И я, и партнеры, и соперники. Гусев. Крепче этого удара, будем так говорить, был. Клюй. Неплохая попытка. И за воротами был у нас Клюй. Не успел он вернуться. Это у нас точно, как минимум, опасный момент для вториса. Желтая карточка. Вот это вот. А что, можно ли отмазать? Сделать? Что можно подмазать с обманами? Нет, мы будем принимать. Играя. 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 Как-то такая непривыш. Привыкш, видим, к разметке клюи, играется с огнем. Вот красная где-то там за спиной светится от судей. И нужно быть предельно осторожным, дабы не провоцировать судей лишний раз как раз таким на такое поведение. Поведение, я имею в виду, в смысле, что будут дарить эти карточки и заводить команду и свою, и соперников. Я продизайн, фасад Мельничук, Паньковецкий, ну, явно ждал поближе, чтобы откроется Виталий, этого не произошло. Гудыма, неплохая игра в стенку. Зверюха. Хорош по силе удар, Ворчак сблокировал. А в догонку пас как раз-таки на Редькина. Спину был явно, завладели мячом фасад. Получше сейчас отрезок для них. Ворчак. Мамалат. Владислав с мячом сбрасывает на Мельничука. Виталий, хорошую скорость показывает и было бы, конечно, неплохо, если пас отдавал. Но в этой ситуации... Ну, или бил чуть ранее. Но, как видим, этого не произошло. Мельничук. На Редькина. Пропадает комбинировать торис и комфортно им пока что. Штрафной у нас для дизайна фасада. Зверюха. Удар приходится в Редькина. Старался он высокий прессинг создать. Клевой. Куланович отыграл на Гудыму. Попробовал Сергей Гудыма прорабить с носка. И удар разблокировали. Вторис. Пока что как раз-таки с ударами и с блокировкой этих ударов. Все отлично у вториса. Ворчак. Хороший вброс на Паньковецкого. Тот, наверное, не до конца осознал полет мяча, траекторию. И вот принять просто не смог. Хотя шанс был хороший, как минимум. Полищук. Мельничук Виталий перехватывает. Тут уже зверюха с мячом. Дизайн фасад. Паньковецкий на Мамалата. Владислав Мамалат на Ворчака. Борются футболисты. Редьки. Ну, неприятнейшее столкновение. И по итогу попадания в стенку от Редькина, я думаю, что продолжать сможет. Но как минимум надо отойти от этого. Даже психологически. Потому что есть 2 метра, ну или полтора как минимум, запаса. Но и этого недостаточно в полу-борьбы. Вот именно на левой бровке. Дроговоз. Уланович. Пас вперед. Ворчак. На Юречко. Комбинирует. То есть сейчас. Гусев отыграл на Шаманского. Шаманский на Рудницкого. Классно комбинирует. Сейчас Белосалатовый. Я думаю, что рано или поздно не за горами все-таки второй мяч. Юречко. Рудницкий снова на Юречко. Шаманский. Очень симпатично это смотрелось. И удается в итоге разыграть. Друзья, это как минимум кандидат на попадание в топ. Потому что он что-то натворил. Тут интересное. Шаманский Андрей. По факту будем считать, что сам себе пас отдал. Удалось так все сделать на 35-й минуте. Ой, прошу прощения, на 15-й минуте. И это второй мяч для Фториса. Зверюха. Удар не точный, мимо. Варчаг там все контролировал. Вбрасывает Андрей. И очень симпатичный удар. Главой от Гусева. Артем. Угловой для Фториса. Угловой для Фториса. Правда, атака все равно продолжается. Уже, конечно, вторым темпом с мячом. Контроль. Хорош сегодня у лидеров. А лидеров этого первого тайма. Ну, я думаю, что пятого подключать будет все чаще и чаще фасад. Бойко попробовал между прокинуть. Отлегся на индивидуальную игру. Гусев. Зверюха на драговоза. Хороший пас у Шаманского. Да, может такие мячи догонять. Андрей, сильная скорость. Что говорить. Ну, вы сами все видите. Иречка. Не просто удар, как бы, чтобы он был, а на исполнение, на точность. И это еще одна проблема для фасада. Зверюха на драговоза. Евгений пофинтил. И очень симпатичная передача отдает на Зверюху. Зверюха снова на щитюка играл с мячом. Пока что дизайн фасад. Чудным образом он к ним отскочил. Мамалат Владислав в центре. Играет направо. Шаманский сбрасывает. И Пинковецкий симпатично пробивал в касание угловой. Как результат этой атаки. Клюй. И на воротах сейчас-то никого, друзья. Вы спросите, как оказался здесь Клюй. Не может он спокойно наблюдать, как команда проигрывает. И пришлось фалить. Снова рядом с желтой. Это ведь срыв атаки. Все понимают, что вратаря нет. Редьки на Паньковецкого. Опасно. Мамалат навешивает. Уланович. Уйти ему вперед не дает. И сейчас время тойдет. Шнурки и шнурками. Появляется брак Юфториса, честно говоря. Я не знаю, надолго ли хватит вот этой страховки какой-то такой удачливости. Команде Белло-Салатовых. Потому что дизайн-фасад понемногу начинает нащупывать свою игру. Лишь только я это сказал. Ошибка при передаче. Это уже пот за анавис первого тайма. Уланович на щасюка. Ну и хороший штрафной. Как минимум есть шанс за 7 секунд. Изучить звездок. На перерыв. 2-0. Второй с выигрывой. Продолжение следует. Продолжение следует. �